это бывшая защита она была туда замята и порвала пыльник всем привет сегодня у нас гранд старик вот какой 12 или 13 евро 5 а вот но не суть это в общем то проблема касается любого гранд старикса будь то 8 год будь то 13 14 суть какая человек захотел точнее мы приговорили соленблоки передних рычагов соленблок у него рвет обычно задний и приходится их менять вот когда дело доходит до снятия рычага чтобы поменять соленблок нужно снять рычаг соответственно люди сталкиваются с проблемой что вот этот вот гол не хочет выходить из соленблока то есть он прикипает внутри втулки его никак не выбить не ничего с ним не сделать иногда бывает выжигают их но опять же это такое опасное мероприятие мы поступаем как в любом случае рычаг идет уже под замену делается пропил так то есть спиливается рычаг и потом уже болгарка выпиливается сам болт вот но рычаг при этом повторюсь идет под замену здесь видим что болты уже у нас меня на это не родные болты скорее всего здесь их уже меняли соленблоки но опять они оторвали сейчас попробуем потому что бывает даже при повторной установки болты не мажут и они записают опять вот всегда когда вы болты снимаете мажьте их хоть но хоть чем маслом отработкой солидолом чем угодно лишь бы там не было сухо и тогда проблем не будет сейчас пробуем болты пойдут не пойдут и от этого уже будет зависеть финансовая судьба клиента в данном случае нам повезло болт пошел вот он вылез уже чуть-чуть вот здесь вот видно у нас вышел то есть проблем у нас с этим не возникнет вот эти болты ну очень 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 редко закисает чаще всего с ними проблем не бывает ну тогда снимаем рычаг и радуем клиента что болты у нас подкручивают еще такой нюанс с вот этими вот болтами болт который крепит шаровую к кулаку вот они тоже то есть если их никогда не откручивали они как правило тоже там хорошенько закисают и что делают люди с этой стороны начинают здесь его бить молотком все это соответственно расклепывается так как здесь у него есть отверстие под шплинт тело тонкое соответственно его там всего расплющивает и блин потом он вылазит соответственно гайку сюда хрен накрутишь что нужно делать если есть пистолет то хорошо то есть берете головку и начинаете вы просто откручивать не надо по нему стучать просто берете и крутите если нет то берете если пистолета нет берете сравник срывайте начинайте его расшатывать потом трещоточка уже будет полегче ну периодически там в дэшкой подмазывать чтобы все это было попроще здесь у нас вышел он легко потому что вы уже снимали то есть здесь вот положение вот он так стоит он смотрит ну хотя бы направление есть на шаровую вот с этой стороны соленблок вот он смотрит от шаровой то сильный блок должен смотреть ну не четко на шаровой но где-то вот так вот в эту точку направление вот они два отбойничка вот и они должны смотреть где-то вот так здесь он на более менее нормально стоит а здесь он вообще развернутый другую сторону и соответственно вас соленблок будет ну неправильно работать шпильки старые если шара вы меняете то не выбрасывайте оригинальные они с мелким шлицом и они туда как бы проще заходят в комплекте с шаровой идут новые шпильки но там шлиц намного крупнее вот она так выглядит и она соответственно туда очень туго заходят старайтесь сохранять родные шпильки чтобы их потом обратно и поставить так эти у меня вот имеется вот такой болтик с одной стороны он заточенный вот и удобно им выбивать соленблоки загоняем его между самим рычагом и обоймой получается мы его так сюда заколачиваем он сминает его и соответственно прослабляется и спокойненько выходят из перчага так берем соленблок у него есть вот две перемычки здесь вот у него как пустота как отбойнички идут вот ставим его сначала вот ровно чтобы эти перемычки смотрели на этот соленблок и чуть-чуть поворачиваем его в сторону шаровой опыры все вот так вот выставляем его и в таком положении начинаем запрессовывать так же делаем и со вторым рычагом для этих соленблоков мы чуть-чуть подмажем потому что там будет сейчас будет упор в резину чтобы эту резину не оторвать немножко смажем чтобы он полегче шел была бы если здесь металлическая обойма в принципе можно и не мазать как бы в целом страшного ничего не произойдет если она отслоится то есть главное у нас сердцевинка она будет целая так 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 Все, отлично. Все, вот он соленблок у нас запрессован, резинка целая осталась. Главное, не попутайте рычаги, делаясь правым, они разные. Так, начинаем с заднего, заводим его туда. Вставляем болт, гайку наживляем. Вот, теперь будем вставлять передний. Розиночки стоят такие, но они уже рваные, ну ладно, пусть будут. Так, болт вставляется с той стороны, с задней. Все, теперь можно будет закрутить рычаг. Вот, сейчас он у нас максимально вверх направлен, то есть это практически его рабочее положение. То есть, когда машина встанет на колеса, он будет в этом положении. местон called. Зачем. Зачем. Главное вносит험. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Со вторым и рычагом, в принципе, ситуация аналогичная. Подытожим. Если сами приговариваете, либо вам в сервисе приговаривают саленблоки, то обязательно попросите или сами проверьте вот эти вот болты, то есть крутятся они или нет. Открутите гайку, попробуйте болт, вращается ли он там внутри саленблока или нет, чтобы потом у вас не было как бы... Неприятного сюрприза, когда вы купите уже саленблоки и начните откручивать, а у вас по факту нифига не откручивается. То есть проверяйте всегда. Ну, на этом все. Как-то так. Всем пока. Продолжение следует...